юрий степаненко канал байки тракториста вас приветствуют и в этом видео мы немножко расскажем вам о том что у нас сегодня происходило а Продолжение следует... 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 То же самое, не позволяем себе туда руки засовывать и катать мотоцикл туда-сюда Значит, как мы сидим на мотоцикле? Кто-нибудь знает, как правильно сидеть на мотоцикле? Хотя бы где, в каком месте на мотоцикле? Водитель должен сидеть здесь или вот здесь? Вот здесь, да? Абсолютно правильно, ближе к рулю, это логично Так вот, наша с вами задача, при движении сидим близко к рулю, руки у нас с вами расслаблены Ноги стоят на подножках, можно там на носочки ноги ставить Можно, соответственно, ставить ноги носочками в стороны Вот, руки лежат на руле Колени прижаты к баку, колени не болтаются Если мы не едем где-нибудь в лесу, да? Какие-нибудь кроссовые там навыки показываем Там скользко, там мы постоянно буксуем, поэтому ноги с подножек можно снимать При движении на мотоцикле, кто знает, куда надо смотреть? Вперед Вперед, а куда конкретно? Линия горизонта в направлении движения Стараемся взгляд на асфальт не опускать Ведь если мы смотрим под колесо, мы видим мало, мы видим поздно Если там где-то далеко впереди начинает происходить какая-то неприятность Мы об этом узнаем очень поздно, абсолютно верно Когда уже к этому самому препятствию подъедем Друзья, прошу вас обратить внимание, что у нас только один активный участник Я понимаю, суббота утра, но все же проявляйте инициативу Далее, да, конечно, все знает человек, молодец Выяснили, сидим здесь, ноги на подножках, колени прижаты, руки расслаблены Вопрос, можем ли при движении на мотоцикле руки напрячь? Нет Фигушки Громче говори Ответ Можем, но в одной единственной ситуации, когда мы тормозим Особенно, если сзади нас сидит пассажир, верно? На заднем сидении Ведь если мы будем тормозить и тормозить интенсивно Вот у нас передний тормоз, вот там у нас задний Если мы интенсивно тормозим, а пассажир ковырялся в носу, смотрел по сторонам То он нас надавит сюда И мы с вами не можем ни рулить, ни смотреть, ни сохранять нужную нам траекторию движения Согласен? Молодцы, хорошо Так, по органам управления вкратце Кто-нибудь на мопеде ездил, на мотоцикле? Тебя не спрашивают, ты опытный На чем ездил? Громче! Молодец Газ где, помнишь? Здесь? А как газом работаем? На себя газ открываем Мотоцикл ускоряется А можем отпустить и газ закроется, верно? Вопрос А может газ не закрыться, если вы отпустили рукоятку? Молодец Может И поэтому наша с вами задача Верно Если мы газ открыли, то наша с вами задача Закрыть его до упора То есть мы отпускаем, но потом еще газ держим прикрытым Передний тормоз где? Вот он Как нажимаем? Резко, сильно? Нет Как? По обороту есть по чуть-чуть, а лучшая часть по заднему тормозу Молодцы, абсолютно правильно Наша с вами задача Начинаем торможение плавно, мягко И так же плавно увеличиваем усилие Можем пальцы на рычагах держать или нет? Почему не можем? Потому что мало ли что может быть Потому что лучше полностью вот так вот держать Вот так вот держать Вот так Без пальцев на рычаге тормоза Не по вот так вот Вот не по вот так ехать, а задний тормоз фиксируем А если у тебя нет заднего тормоза, то два пальца так ставим Ключевое Я прошу прощения, что перебиваю Фраза Вы слышали? А если у вас нет заднего тормоза То есть я еще не встречал технику без... Я встречал с неработающим Ты наверняка имел в виду вот это, да? Хорошо, значит наша с вами задача Газ открываем, закрываем до упора, да? И начинаем торможение плавно, мягко Так же плавно увеличиваем усилие Потормозили, пальцы с рычага тормоза убрали Кто знает где сцепление? Можно? Вот по левой ручке Громче, помнишь? Громче? Все спят еще? Слева Слева, правильно Выжали сцепление, стоим на месте или катимся по НРЦ, да? Сцепление отпускаем плавненько Соответственно начинаем движение Хорошо Рычаг переключения передач Кто-нибудь знает? Я тебя не спрашиваю больше Давайте, ребята, вы уже проявляйте активы Девушки Правда что ли? Вот, хорошо Так, у нас вот это крыло будет отвечать Сцепление слева Рычаг переключения передач Под ногой Молодец, абсолютно верно Друзья, смотрим все сюда Рычаг переключения передач Тебя больше не будут спрашивать Да почему? Потому что гладиолус Надо смотреть КВН Так вот Значит, рычаг переключения передач Расположен под левой ногой Когда вы носочком левой ноги Нажимаете вниз Что происходит? Вниз Понижение передач, да? Когда вы тянете рычаг носочком наверх Соответственно повышение Здесь передач всего 5 Кто на машине ездил? Из вас Так, еще кто? С механической коробкой передач Кто ездил? С механической коробкой передач Так Отлично Я так понимаю, что здесь все нормально Да? Батя все рассказал Показал пацану Молодец, все хорошо Так вот Если вы помните На машине с механикой У нас с вами одна общая нейтраль Правда или нет? И мы можем переключаться В любом направлении Там с первой, третьей передач Теоретически Теоретически, да Молодец Продолжаем разговор Продолжаем разговор Можем со второй, четвертую Со второй, третью С третьей, первую Как угодно Абсолютно верно На мотоцикле Типа ролиной Абсолютно верно Я иногда применял эту формулировку Значит, коробка передач Мотоциклетного типа Она у нас с вами устроена Следующим образом Первая передача В самом низу Нейтральная передача Она у нас с вами одна Между первой и второй передачами Вторая, третья, четвертая И пятая передача Одна за другой Наверх Значит, на мотоцикле Мы не можем переключать Передачи через несколько То есть мы переключаемся Только или на одну вверх Или на одну вниз Я плохо слышу Но по губам понимаю Что вы А? Еще раз Значит, смотрите Первое и самое основное То, что мы с вами должны понимать На автомобиле Мы с вами можем двигаться На нейтральной передаче Почему? Потому что у нас четыре колеса У нас с вами низкий центр тяжести И автомобиль А прокинуть крайне тяжело Правда? Ну, чисто теоретически На мотоцикле Ситуация обратная Казалось бы Мотоцикл вроде как устойчив Но Если мы с вами Двигаемся в повороте В наклоне На нас воздействует Некая сила Да? Которая нас выкидывает Стремится выкинуть Наружу поворота Поэтому наша задача На мотоцикле Двигаясь Быть максимально прижатыми Обеими колесами К асфальту Если мы сцепление В повороте Выжимаем на мотоцикле Мы менее устойчивы То есть Часть прижимной силы Мы теряем Именно по этой причине Мы с вами на мотоцикле Не катаемся На выжатом сцеплении Или на нейтрале Поэтому Ответ такой А зачем нам нейтраль На мотоцикле Только лишь По сути Она нужна для Трех моментов Первое Прогреть холодный мотоцикл С утра Перед началом поездки Логично На каком-то длинном Долгом светофоре Остановиться Включить нейтраль Пусть мотоцикл стоит Смысл мне стоять На передаче С выжатым сцеплением И третий Пожалуй момент Если вдруг Закончился бензин Или мотоцикл сломался Толкать его Или до заправки Или до места ремонта Вот такой ответ На ваш вопрос Но Но Я вас успокою сразу Я вас успокою сразу Есть мотоциклы С автоматической коробкой Есть так называемые Я вижу прям улыбка Показалось снова на лице Есть скутеры Мы сегодня наверное Достанем специально скутер Достанем и покатаем Вас Если даже хотите И ребят в том числе То есть покажем Разницу мотоцикла И скутера То есть По сути Сейчас можно выбрать Между механической коробкой И каким-то классическим Внешним видом Также соответственно Автоматическая коробка И какой-то такой Максимально домохозяйчный вариант Если угодно Там удобненько Там сиденье поднял Там унитазик Мы его так называем Это емкость Под картошку Под молоко Под яйца Мужики Если меня слушают сейчас Может даже и под пиво Но меня сейчас никто не слышал Так вот Продолжаем разговор Под правой ногой Под правой ногой У нас расположена Педаль Заднего тормоза На тормоз Конечно же резко Можем нажимать На задний Передний Через руль перелетим Да? А это миф Если что Если будет интересно Почему Я могу рассказать Почему А задний тормоз Можем нажимать резко Сильно Можем Не можем Да и мотоцикл Вертикали И если вдруг А все же на велосипедах ездили Вообще все Да? А кто ездил на велосипедах У которых торможение Осуществлялось Педальками назад Так Пенсионеры подняли руки Молодцы Значит Помните все Занос Да? Вот это обязательно упадем если занос нет если мы рулим если мы возвращаем велосипед да как бы сидушку за руль возвращаем вертикаль все мы молодцы мы не упали хорошо так ну и у нас есть ключ замке зажигания повернули ключ нажали кнопку все завелось также есть мотоцикл с дрыгалкой мы сегодня тоже вам покажем вот этот мотоцикл с дрыгалкой еще одни если вдруг все абсолютно верно но я упрощаю я упрощаю для того чтобы было понятно предельно итак друзья значит смотрите давайте представим себе мы проговорили вот у нас с вами передний тормоз задний тормоз под правой ногой какой тормоз по вашему мнению самый важный самый главный самый интенсивный самый эффективный тебя пока не спрашиваю так передний хорошо запомнили этот вариант задний задний отлично теперь объясняем почему мы так считаем давай так ты объясни почему задний самый главный самый важный громче никто не все слушать через руль хорошо послушали твой вариант только громче смотри там не слышно то же самое можно сказать то что если пользоваться задним тормозом как бы меньше шанс то что ты можешь упасть вот и прав вот тут реально прав и тут я согласен так и теперь ваш вариант желтые штаны чё наугад про сказал на молодец вариантов задний тормоз у нас два передний один значит теперь друзья мои смотрите простейшее объяснение происходящего на смотрите если мотоцикл стоит состоянии покоя на асфальте вес делится по колесам по осям одинаково также если мотоцикл едет с какой-то ровной постоянной скоростью то же самое оба колеса загружены одинаково если вдруг водитель открывает газ куда сместится вес мотоцикла бам да то есть вот мы ехали ровно ровно открываем газ б вот вам ответ почему заднее колесо сделано ведущим правда же правда молодой человек вы туда отлично если вдруг мы просто закрываем газ или нажимаем на тормоза что происходит ну мотоцикл конечно нет питбайк я согласен а вот мотоцикл вперед не наклонится вот это произойдет абсолютно верно то есть на разгоне да у нас загружено заднее колесо на торможение передняя вопрос какое из колес на торможение максимально прижаты к асфальту специалист передние передние каким тормозом каким поле сом можно будет тормозить мощнее сам себе противоречит человек не не кажется ли вам передняя прижата но тормозить мощно можно будет задни переднее колесо максимальный вес мотоцикла на передней оси поэтому возможность блокировки колес заднего в этой ситуации практически сразу и тормозить интенсивно задним колесом мы не можем мы практически сразу колесо блокируем так вот ответ по крайней мере на дорожных каких-то зацепистых покрытиях если это город до каждодневная езда по городу если такие путешествия то самый самый главный самый основной тормоз это передний а задний тормоз вспомогательный но уважаемый питбайкер который ездит по лесам поля там где не хватает зацепа там где нет асфальта вот тут конечно же я согласен если мы передний тормоз нажимаем практически сразу блокируем колесо и падаем да к ежикам а задний тормоз в этой ситуации нас спасет понятно также вопрос скажите пожалуйста если я двигаюсь где-то вот например я решил сейчас обогнуть вот эти вот стульчики да аккуратно и подъехать к вам если у меня будет руль повернут могу я нажать на передний тормоз кто на велосипеде ездил а что произойдет так но инерция потеряется можно упасть на бок из-за того что переднее колесо пойдет юзом и занесет но почти 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 угадал короче друзья моя ситуация следующая если вдруг вы едете неважно на велосипеде на мопеде на мотоцикле вы наклонены куда-то там в сторону поворота и в этой ситуации вы нажимаете с повернутым рулем на рычаг переднего тормоза у вас происходит следующее колесо остановилась а мотоцикл в наклоне поэтому стоп и вокруг колеса просто мотоцикл падает во внутрь поворота поэтому ситуация следующая продолжу до акцентирую ваше внимание повторюсь неважно велосипед скутер или мотоцикл если руль повернут передний тормоз мы с вами не используем в этой ситуации мы используем задний тормоз а вот если руль стоит прямо пожалуйста как угодно интенсивно тормозим этим самым тормозом значит далее если я еду на малых скоростях значит ну хотелось бы немножко у вас узнать нравится ли вам режим движения когда скорость минимальна опять же велосипед мотоцикл неважно мне нравится момент начала движения остановки комфортно или нет двигаться с маленькой скоростью до комфортно молодец удобно ли этот момент сохранять равновесие и проще нет значит мы с вами должны понимать что на малых скоростях когда мотоцикл или велосипед двигается вот с такой вот скоростью нулевой все изменения траектории движения мы делаем с помощью поворотов руля и небольших наклонов и для того чтобы этот самый мотоцикл был устойчив мы немножечко постоянно подруливаем если мы не будем подруливать эта штука просто упадет на бок говори и громче говори самое чувство едешь на маленьких скоростях это то же самое ты на большой скорости чувствуешь то что держишь равновесие знаешь ага-ха-ха-ха-ха-ха-ха немножко ошибаешься заблуждаешь так и с помощью вот этой штуки ты поддерживаешь все время какое-то около вертикально положить хорошо продолжаем разговор а если мы едем на большой скорости мотоцикл устойчив или нет на большой по асфальту по городу просто представьте себе аэродром посадочная полоса ну никого нет наш аэродром личный да мы едем со скоростью 80 километров в час то что же ты будешь делать сейчас ребята вот я вам хочу сказать нонсенс все сидят молчат мы кто-то с опытом кто-то без и один человек против физики против опыта и того что я лично знаю у него мотоцикл на таких скоростях нестабилен так вопрос следующий все ли знают что такое детская юла так пенсионеры конечно сразу сказали да мы знаем детская юла волчок я не знаю верно ну и так детская юла я знаю любое колесо болгарка который болгарку в руках держал раскрученную до включенную начну понимаем с вами детский волчок смотрите скорость мы его прямо раскрутили 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 он жужжит визжит вот он вращается мы его толкаем он отклоняется а потом снова возвращается первоначальное положение если скорости вращения волчка уже не хватает что происходит падает так вот теперь давайте мы с вами представим передние и задние колеса мотоцикла по большому счету это те же самые волчки юлы правильно окончание или нет конечно же нет вот или по физике до гироскопы так вот если скорость мала и мы об этом говорили только что до скорости вращения этой штуки не хватает поэтому мы все время подруливаем чтобы мотоцикл не падал а если сколько опять же велосипед педали раскрутили до сумасшедшей скорости кто без рук ездил ездил девочки да на любом но понятно трехколесный здесь не подходит без рук да хорошо так вот если вы вспомнить даже свой опыт и езду без рук на руле на велосипеде то вы прекрасно знакомы непосредственно с тем самым эффектом который дает гироскоп для стабилизации велосипеда а в данном случае раз мы говорим про мотоцикл то есть если мы достигаем какой-то скорости и скорость начинает расти то видели где-нибудь в ютюбе в интернете едет дядька на мотоцикле разогнался но едет задом наперед нет не видели у нас вот есть один денис это его стоит трюковой мотоцикл я правда не знаю умеет ли он ездить так как тот дядька но поверьте мне все это происходит благодаря гироскопам есть скорость мотоцикл несется вперед гироскопы то есть колеса стабилизируют его вертикальной плоскости если мы убираем руки с руля все хорошо вопрос как на малой скоростях поворачивать мы помним да повернули руль наклонили мотоцикл повернули на малом радиусе а на большом уже только что выяснили что мотоцикл как снаряд хочет ехать прямо давайте громче напоминаю ты сидишь далеко на том конце видишь шарфик серый он тебя не слышит за счет тела так тело вспотело ну 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 за счет тела можно куда переносим вес ребята сейчас вопрос для всех это очень важная нужная штука и мотоцикл поворачивать гипотезы варианты так я смотрю синяя сумка уже молчит а у вас просто стабильности стабильность не услышал на высоких скоростях за счет чему поворачиваем взгляд тело руль что мы делаем тело как так молодец молодец 5 баллов там баранку потом со стола возьмешь короче смотрите друзья фишка такая когда мы едем с вами на больших скоростях мы с вами разобрались да оба вот этих колеса стремятся быть вертикальном положении поэтому наш с вами задача синяя сумка ты не отвлекайся если мы поворачиваем на больших скоростях поворотом руля как мы делали на малых ты абсолютно прав мы ставим поперек несущемуся вперед заднему колесу передняя и начинается вот такая свиста пляска мотоцикл падает поэтому друзья мои мы с вами на средних и высоких скоростях поворачиваем за счет чего за счет того что оба колеса мы наклоняем от вертикали то есть относительно друг друга их положение уже не меняется но просто наклоняем их от вертикали дать саш ты мне нужен срочно короче принеси мне пожалуйста пластиковый стаканчик быстрее 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 итак друзья значит смотрите мотоцикл несется по тому самому аэродрому со скоростью 80 км в час для того чтобы начать поворот мотоцикла что мне нужно сделать думаем даже даже при какой-то абсолютно одинаковой скорости до 80 км в час я хочу на 80 км в час чуть-чуть повернуть что мне нужно сделать быстренько думаем да не трогаем и скорость елки-моталки так принимается я чувствую себя реально на это самое на бирже на торгах как это называется аукцион и так тебе я придумал я буду раздал плюшки да и так громче серый шарф газ не трогаем хорошо принимается друзья мы уже разобрались что поворот руля вызовет дестабилизацию мотоцикла потому что оба колеса несутся вперед если мы поставим одно поперек то мы можем прям сильно попасть неприятную ситуацию друзья открываем страшную тайну для того чтобы на больших скоростях повернуть мы с вами делаем следующее сейчас вот прям напрягаем слух и внимательно да слушай меня чтобы ничего не пропустить если мы едем на большой скорости нам нужно повернуть мы начинаем воздействие на рукоятку руля вот таким вот образом видно причем если на малых скоростях мы поворачивали с вами прям сильно тихо тихо ну что вывихнешь плечо себе вот на средних или высоких скоростях наша задача мы чуть-чуточку начинаем воздействовать на рукоятку руля от себя да то есть направление воздействия в горизонтальной плоскости туда вперед реально работает и на велосипеде потом попробовать только не расшибитесь в шлеме лучше это делайте вот как только мы начинать батя сейчас тоже заинтересовался надо если кто-то слышал есть такая штука скорость 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 в любом случае есть некая скорость от которой потом потом все покажу все расскажу если будет интересно а сейчас пока значит наша задача как только мы начинаем воздействовать на рукоятку руля синяя сумка прям напряглась я чувствую что ему нужна эта информация начинаем воздействовать от себя причем напоминаю еще раз не настолько сильно да а наоборот настолько легко что мы даже не видим вот это вот изменение положения руля да то есть он остается в том же положении мы просто даем небольшой натяг суда в этот момент мы через руль через перья вилки воздействуем на ось переднего колеса а теперь вспоминаем включенную болгарку пока мы болгарку в руках держим неподвижно повторяю включенную она максимально устойчиво но если мы ее начинаем вращать она наше действие начинает продолжать продлевать докручиваться дальше примерно та же самая параллель по физике раскладывать не буду потому что у меня нет доски чертежи всякие прочь серый шарф молодец слушаешь меня внимательно значит как только мы начинаем это делать воздействовать на этот самый гироскоп он реагирует единственным способом как может сделать в этой ситуации он начинает наклонять мотоцикл в сторону с которой была приложена сила абсурд или понимаете что к чему значит смотрите как это действует вот это нажатие на руль оно только лишь вызывает наклон от вертикали а за счет чего мотоцикл двигается по дуге как вы думаете в повороте на малых скоростях разобрались повернули руль наклонили поехали а если я несусь 80 если я просто наклонил мотоцикл от вертикали за счет чего я иду по какой-то дуге тут продукту так вариант за счет силы притяжения я не улетаю с этой планеты но ответ не тот итак я наклонил мотоцикл с помощью воздействия на рукоятку он у меня вроде как начал наклоняться почему я не прямо еду по дуге тут труду то значит внимание смотрим если мы с вами обратим внимание на переднее колесо у нас с вами самый большой радиус будет по центральной части протектора покрышки а если мы смотрим сюда здесь радиус меньше мы берем с вами и проводим параллель похоже на два стаканчика да наверное надо было два стаканчика взять но фиг с ним значит смотрите мы начинаем мотоцикл наклонять от вертикали влево вот покрышка ложится вот на эту часть за счет разницы радиусов мы поворачиваем у нас с вами по внутренней части меньший радиус по средней части больший если мы наклонили стаканчик стаканчик покатился по дуге вкратце понятно молодцы так друзья значит мы какие-то вопросы комментарии нет хорошо что использовать ну конечно же но здесь много нюансов влияющих на конкретику но общий принцип все-таки я думаю вы согласитесь да такой так ну собственно говоря друзья давайте мы разберем что есть маневры на малых скоростях повернули руль поехали да есть маневры на средне мне нравится заинтересованность во взгляде прям вот большое спасибо на средних и высоких наклоном поворачиваем плюс ко всему есть объезды препятствий когда мы ехали 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 ёжик в лесу как ежик объехать а если скорость большая в лесу ну конечно же давайте я шучу по поводу леса мы все таки говорим с вами про асфальт про зацепистую какую-то дорогу а ёжик случайно у него дом там поймете яблочко здесь вот он вынужден был через дорогу так вот наша задача друзья мы скорее всего в этот момент двигались какой-то мы достаточно высокой скоростью поэтому объезд препятствий мы будем делать мгновенным молниеносным наклоном мотоцикла под собой это пожалуй третий режим движения которые у нас с вами есть при движении на мотоцикле тормоза передние самый главный самый важный задний вспомогательный на малых скоростях когда она все время руль повернут у нас главный основной это задний тормоз если мы не хотим ляпнуться да когда у нас руль повернут тормоз нажат вот задний тормоз вспомогательный значит всегда используем экипировку не ездим без экипировки если слышали анекдот а до батареи только уши доехали нет ну котик вытирал попу и об ковер и хозяин постелил наждачную бумагу и котик по привычке сел приехал и только ушки батареи доехали так вот друзья значит скажите пожалуйста ну вкратце мы уже поговорили да и сейчас мы приступим и сейчас мы скоро приступим непосредственно уже к практической части нашего нашей сегодняшней встречи если у вас какие-то вопросы может быть по устройству мотоцикла может быть потому как вообще ездить на мотоцикле зачем нужна экипировка или какие части мотоцикла мы видим здесь и что нибудь про них мы хотим поговорить значит представим себе ситуацию я еду абстрактная моя скорость 80 километров в пусть 5 какая угодно есть значит вспоминаем вспоминаем ёжика над пропускать муж мы же вообще молодцы правда значит первое и самое основное если вдруг мы видим необходимость тормозить что нам нужно сделать представим себе что нам нужно сделать сначала в любом случае в любом случае в любом фигушки не угадал представьте себе мы ехали с какой-то скоростью верно для поддержания скорости нам нужно вот эта штука помним что это за штука конечно то есть любое торможение на мопеде на машине на мотоцикле мы начинаем с прекращения движения с той скоростью с которой мы ехали то есть первично мы всегда закрываем газ здесь хотелось бы упомянуть еще об одной ошибке вот смотрите вот я сейчас держу пальцы на тормозе на газу я представил себе что там опасность я начинаю тормозить что я делаю не так да даже если я сделаю вот так мало что дцы то есть первое самое основное мы закрываем газ и держа его принудительно закрытым мы только потом держа газ закрытым начинаем торможение первое закрыли газ поджали задний передний тормоз одновременно потому что все-таки тормоза являются основными до закрыли газ тормоза поджали а далее начинается самое интересное мы закрыв газ поджав тормоза выжали сцепление щелкнули вниз и отпустили сцепление тем самым мы замедляемся тормозя двигателем и тормозами то есть у нас замедляется мотоцикл тормозе двигаем на 4 потом через некоторое время еще раз вниз третье еще раз вниз 2 еще раз вниз первое и если нам нужно полностью остановиться, выжали сцепление, чтобы не заглохнуть. Да, долго я согласен, поэтому я и упомянул, что лучше мопед какой-нибудь или мотоцикл с автоматической коробкой передач. Но на самом деле, сперва, когда вы не знаете, когда вы не знакомы с этими штуками, кажется долго. И когда я все это буду делать, потому что ежика надо спасти, правда же? Но у нас есть мотошкола, у нас есть опытные инструктора, ребята, которые знают, как спасать ежиков. Поэтому через какое-то время мы приобретаем нужный и должный навык и делаем и это, и вот это с нужной скоростью, интенсивностью и правильностью. Еще какие-нибудь вопросы? Нет. Молодец. А у вас? Желтые штаны, ну, серый шарф. Хорошо. А у тебя? Ребятушки, ну, по большому счету я хочу сказать, что, наверное, все. Дорогие мои друзья, короче, сегодня в мотошколе Мосгортранс прошло некое действо, действо для ребят, для детишек и для их родителей. Вот, например, едет мой коллега Александр, который также принимал участие в этом мероприятии. Мы немножечко рассказали ребятам про безопасность, мы рассказали им про то, что такое мотоцикл, про то, с чем его этот самый мотоцикл едят. И, ну, в целом немного познакомили их ребят с миром двух колес. Потом мы устроили им покатушку вот здесь вот по этой нашей импровизированной такой эндурокроссовой трассе. Потом ребята показали им заезд на заднем колесе, пожгли резину. Ну и потом мы построили такую импровизированную такую трассу, змейки и всякие объезды, повороты, на которых мы покатали ребят в качестве пассажиров. День прошел замечательно, встреча всем понравилась. Ну и, в общем, хотелось бы отметить то, что в дружном каком-то таком дружной атмосфере, в дружном таком ключе все прошло. Хотелось бы сказать спасибо моим коллегам, детишкам, которые приехали к нам, их родителям. Спасибо, в общем, всем. Ну и мотошкола Мосгортранс молодец, потому что именно она позволила состояться этому самому мероприятию. Всех люблю, друзья. До встречи на канале. Ставьте большие пальцы вверх. Подписывайтесь на мой канал, дабы не пропустить новые видео. Нажимайте на колокольчик. Итак, до новых встреч, друзья. С вами был Юрий Степаненко и мой канал Байки Тракториста. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok